Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком», том 4, вопрос 1381. Разбор ответов Архимандрита Амбросия Юрасова. Книга 2, вопрос 257. «Я вымелила себе убога работу, но мне на ней тяжело, руководители нечестные люди», отвечает Амбросий Юрасов. Во времена строительства Вавилонской башни жил царь Нимрат. «Он хотел построить башню до самого неба. Когда она была уже выше облаков, Нимрат взял лук и выпустил стрелу в небо, бросил вызов Богу. И Господь, видя это безумие, помешал языками все народы, которые строили башню. В этой безумной затеи не участвовал благочестивый патриарх Эвер. От него пошло благочестивое потомство. Теперь этот народ называется евреями. Читайте каждый день Акафист святителю Николаю». Комментирует Игнатий Тихонович Лапкин. Бытие 11.19. «На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, они нашли в земле Синаар, равнину и поселились там. И сказали друг другу, наделаем кирпичи и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они, построим себе город и башню высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь, «Вот один народ и один у всех язык, и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же, и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город и башню. Посему дано ему имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле». Более ничего, ни строчки, нигде не сказано о Вавилонской башне. Все остальное мифотворчество и мистификация. Но если бы дело касалось Агаты Кристи и Конан Дойля, но ведь это его высокопреподобие архимандрит Московской патриархии. Никакие угрозы самого Господа Бога, ни прибавлять ни одного слова к Библии не действуют на него. Настолько привык стоять перед народом батюшка, что многократные угрозы Божии не действуют на него. Даже Валавамова ослица и сам Валавам испугались меча ангела. А здесь меч Божий не может остановить того, кто дописывает и дописывает Библию в 20 веке. Прокоремия 22.19 «Ослиным погребением будет он погребен, вытащат его и бросят далеко за ворота Иерусалима». Малахия 1.6 «Сын чтит отца и раб Господина своего. Если я отец, кто где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мною?» «Говорит Господь Саваоф, вам, священники, бесславящее имя мое». «Вы говорите, чем мы бесславим имя твое?» Иеремея 23.29 «Слово мое, не подобно ли огню, говорит Господь, не подобно ли молоту, разбивающему скалу?» Притча 36. «Не прибавляй к словам его, чтобы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом». Даже к человеческому закону никто не имеет права добавить единого слова. «Но беспредельная человеческая наглость пренебрегает Создателя и Его Слово. И в этих добавках к Слову Божию все фарисейство новозаветных иудеев. Чего нет, мы придумаем. А народ этому внимает, и им это нравится, такие забавные историки». Иеремия 5.31 «Пророки пророчествуют ложь, и священники господствуют при посредстве их, и народ мой любит это. Что же вы будете делать после всего этого?» «Ты, солнце святое, гори, как эта лампада бледнеет пред ясным восходом зари, так ложная мудрость мерцает и тлеет пред солнцем бессмертным ума. Да здравствует солнце, да скроется тьма». 1825 год. Александр Сергеевич Пушкин. Годы жизни с 1799 по 1837. 1799. Продолжение следует...